всех приветствую новое видео только приехал мастерскую затопил кочагарку еще прохладненько и можете заметить приехал снегоход на обслуживание по подвеске и по мотору но этот буран приезжает ко мне каждый год перед сезоном на обслуживание может быть он бы в не приехал если хозяин короче оборвал своего ремень охлаждения покатался без ремня ну и говорит что типа было такого что пропадала тяга и после того ну после этого он заметил что ремня нету как-то так такое бывает не у всех но такое бывает поэтому то есть надо будет скинуть двигатель с него посмотреть что хотя бы через выхлопные через спускные окна посмотреть на состояние поршней в принципе все увидим ну и уже заодно то есть этот снегоход 16 года 5 лет ему пробега у его не очень много но так как он ездит большую часть весной поэтому он будет много объездил по воде и всем подшипникам в тележках пришел уже практически конец я вчера все разобрал с сережкой сережкой мне помог сама это сама грязная самая нелюбимая работа очень много ветоши во первых уходит на это все и снятие подшипников да как бы но не очень простое занятие процесс так скажем не самые из простых во первых грязно во вторых ну не очень не очень просто их снимать да хотя я пользуюсь съемником своим вот по еще по съемникам да допустим а вот если взять тележку то как я и говорил в видео про съемники вот эта сторона у нас в больших советских тисках зажиматься нормально то есть трубка заходит под губки и и они выворачивают а когда мы переворачиваем и начинаем зажимать с другой стороны то трубка у нас попадает ровно на губки то используем напильник напильники зажимают если можно увидеть вот здесь лет видят напильника но перед этим перед этим но это я уже в этот раз вычислил что проще так это карет тележки были заводские завальцовка тут очень хорошая не как на кооперативных кооперативная снимается без проблем на заводских возникает проблема снятия вот именно этого подшипника который находится с короткой стороны тележки да который сейчас вверх вот здесь и если можете видеть у меня здесь был сделан надрез болгаркой блин вот так надрез болгарка он сейчас сжался потому что подшипник снялся естественно так сейчас какой-нибудь подшипник не вижу не вижу надпеленный подшипник надпеленный подшипник ну пропил делается да и но этот конечно подшипник в помойку но тут все подшипники практически из-за их все помойку они очень сильно шумят четыре или пять подшипников на разных тележках были вообще полностью заклинивши вот делайте надпил и уже как бы снятия не не доставляет никаких этих проблем вот вчера бы я все сделал получается но у меня было только в запасе 6 подшипников и 6 тележек одеты новые подшипники до получаться на остальные надо просто-напросто купить новые подшипники по заглушкам вот здесь в трубках можете видеть да какие колбасы вылазят из осей то есть там это это не первая куча которая была выброшенной сложена в печке получается целая трубка набита смазки чтобы такого не происходило есть вот такие пробки системы охлаждения снегохода бурана низ кожухов охлаждения много раз говорил люди спрашивают откуда такие пробки откуда эта пробка откуда пробка пробка с кожуха охлаждения вверху ставится то есть если вот вы были здесь кожуха охлаждения она вот так сверху на кожуха охлаждения вставляться в эти в отверстие берем такую пробку да но если пробку не подрезать вот таким образом ведь она канцелярским ножом немножко подрезана и и она вставится туда вставиться и будет вот так торчать когда она будет так торчать сама пробка сама пробка будет задевать вот за эту крышку то есть она будет сильно торчать для этого ее нужно подрезать подрезать и заколотить так чтобы она была запад лицо запад лицо с трубкой чтоб не торчало чтобы не задевала ну и все тут больше никаких нюансов больше никаких нюансов нету вот это то что на под допустим поцарапано до тисков поцарапано тисков это вот на это тележка видно что вот стоит балончик краски и просто грунтовочка это все подкрашиваться ну чисто так для этого как вам объяснить для эстетики сейчас мы получаются подождем еще буквально полчасика часик нам позвонит алексей аргонщик и поедем заберем картера это получатся 2 2 картера там у нас на моторы из питера которого прислали 4 мотора разом и один мотор он с выборга ну тоже лена область выбор заберем их съездим как раз сейчас лёха освободиться с работы и съездим заберем потом надо будет из них выкрутить нижние шпильки так как картера все двухканальные они стянуты на шпильки выкрутить шпильки и отдать на фрезеровку были процедуры это очень очень много с ними работы с этими картерами когда именно картера собраны на шпильках то есть наш все шпильки выкрутить как-то так шпильки выкручиваются не всегда хорошо было нужно очень сильно греть прогревать чтобы шпильку стронуть с места но чуть-чуть помучатся что-нибудь получится поэтому сейчас прибираем все эти какашки убираем подвеску сторону пока у нас есть время и газуем за картерами такие шовчики алексей ложит как на нас вернулись себе немножко пришлось подождать потому что лёха на одном картере у меня недопонял и не не заварил отверстие которое я просил мастерской уже появилась жизнь поэтому кубочки можно работать нормально не доварил он вот этот картер и получается у его было ну и кто смотрит опять же мои видео тот помнит что здесь были отверстия просверлены и скорее всего заглушка была добыла заглушка чтобы сальник типа не вылетал и отверстия как вы можете видеть раз насквозь два насквозь два насквозь три насквозь и сверху сверху по моему сквозных небо но тут их было раз два три четыре пять шесть семь семь штук на сверлина то есть лёха все это заварил единственное что вот в этом месте вот если так вот посмотреть тут видно что немножко как бы залезла на диаметр в котором должен стоять сальник но это не аргон сюда попала не сварка а именно было стукнуто стукнуто ну прежним хозяином наверно и как бы алюминий сюда немножко свисает но это я думаю что ничего страшного в этом нету мы это все поправим аккуратненько кругом надфилем все это исправим сейчас предстоит предстоит раскрутить картера все они как видите то есть когда я вожу на аргон они все стянуты стянуты на все болты ну как по правилам то есть начинают середины к краям и но это делается чисто просто перестраховаться я раньше возил картера и чисто верхней половинки нет их не уводит все нормально все заварилась идеально да принципе принципе я сейчас уже вот сейчас взгляну не вижу что здесь есть царапина царапина она не глубоко не глубоко но она есть это наверное но этот картер абсолютно новый то есть новое сохранение двухканальное сохранение хотя эти картера уже не выпускаются наверное с середины 90 годов он абсолютно новый то есть лежал где-то хранился парни нашли его вот и тут наверно просто напросто пока на складах лежал где-нибудь этот сама упал и получилось такая вмятинка так ладно все раскручиваем это блин операция очень долго и нудно очень много на гаек во первых чтобы это раскрутить то есть но когда я делаю как две гайки затягиваю выкручу шпильку и гайки не снимаю с этой шпильки чтобы не делать двойную работу то есть можно как бы скрутить эти гайки выкрутить следующую спикку снова вкрутить я делаю так что открутил 2 гайки остаются убрал потом приеду когда уже после фрезера обратно их туда с фиксатором резьбы закрутил и гайки уже открутил то есть чтобы делать двойную работу выкрутить шпильки подготовить чтобы завтра с утра у меня приедет друг заберет картера увезет на фрезер может вместе с ним съезжу посмотреть чтобы вам показать может не поеду не знаю посмотрим как буду успевать так так и будем действовать подготовить эти три картера и получается сегодня еще хочу но остаюсь в ночь работать сегодня хочу разобрать два двигателя это у нас один из двигатель из-под белозерска которые тогда я сказал что потерялся хозяина его все-таки разобрать я вот просто напросто опять перестановку небольшую делать ну заметили да у меня мойка детали ушла в другую сторону и вот здесь место по освободилось потому что мотор и потом скидал опять увидел этот двигатель и опять вспомнил что на его сделать и второй двигатель стоит наверху это у меня друга друга мотор оба мотора можно сказать так надо сделать только ревизию и все посмотреть там на состояние коленовала есть биение убрать биение поменяем подшипники на водах ну и на этом моторе думаю тоже самое сальники прокладки там и все может быть на обоих на посмотреть зазоры в кольца и может быть колечко меня на всех моторах игольчатые подшипники обязательно еще нюанс по картерам вот видите шалолевые ручки здесь получается что получается действие ну поковырялись получается отвертками видите какой бугор получился и с другой стороны точно такой же если вот на всех четырех где болты именно сюда потому что скорее всего отверткой ковыряли и получилось что вот так завальцевали поэтому обращайте на это внимание и обязательно это убирайте потому что может получиться так что вот такой бугорок тут как бы он не маленький принципе то есть не достойная нас полмиллиметра и не даст дотянуться картеру да он он весь обтянется вот именно под этим болтом деньги вот здесь по шпильке будут пропускать нифиге вот таком может быть возможно разобрал первый мотор это у нас вовы ну хозяину знают так и опрессовал его получается почему стал опрессовывать непонятно парни мотор весь в подтеках масло до подтеках масло и что-то я так подумал что из-под этой вот шпильки но из подшпили может травить самая сама что меня на стерегу а вот в этом месте масло то есть вроде бы сальник тут обойма стоят сальники все сухо все четенько но вот в этом месте сыровато как бы подумал что по карте и чтобы исключить этот момент исключить этот момент опрессовала по факту это весь то есть он стоит все четко не шевелится давление не падает все четенько стоит по факту это все у нас говно вот здесь голов как весь короче весь мотор сране хотя мотор собран фиг да нифига то есть наем пробегу немного собирал он сам его и на кой-то какой-то хрен вот прокладки до прокладки зачем он положил сюда еще бумажный прогулите а вот он и этот самый хозяин торжества сейчас стыкать будем сразу не хочет заходить боится меня ладно не буду показывать им это этот самый ну в принципе все раскидываем дальше смотрим на состояние пошли со стороны выхлопа нормально в принципе нормально сейчас разберу и уже дальше покажу вердикт коленвал идеал то есть подшипники здесь состоялись c3 зазором они вот так шевелятся это нормал c3 зазором такой есть то есть вот есть все присмотреться это типа люфт по факту это зазор зазор c3 на этом почему этот подшипник перевернуть другой стороне написано c3 подшипники стоят фаговские фаговские но вот видно да что половина надписи она стерта потому что потому что стоят на этом моторе обоймы обоймы да и получается так что коленвал ходит в картере то есть зазор был выставлен неправильно тут хозяин сам делал поэтому немножко большой зазор был и скорее всего коленвал ходил из-за этого подстёрла эти самые надписи может может конечно наоборот зажат был 4 но это я вычислю еще то есть буду когда собирать это я посмотрю а с поршнями у нас более печально то есть как я показал да со стороны со стороны выхлопа все идеально тут чуть-чуть есть потертости но это ничего страшного по сути дела в этих потертостях нету даже есть хорошая шероховатость пошли не ушел не размер ничего а если перевернуть на сторону пуска вот так положим это правый это левый поршень то правый поршень практически прилип к цилиндру то есть тут уже чувствуется задиры левый поршень но это фигня вообще тут как бы чуть-чуть потертости есть вот этот поршень вырубки может еще работать и работать этот поршень уже как бы на грани фантастики можно да когда ничего нету его наждачкой вычистить там сделать риски новая и тоже будет работать по сути дела вот из-за чего это происходит это именно забеднил карбюратор карбюратора или был если бы был подсос на вкусном коллекторе так как это оба поршня если бы был подсос через допустим сальник то скорее всего не скорее всего а сгорела бы сторона выхлопа потому что он бы поднялась как бы при бедной смеси когда через сальник тут подсос получается забедняет именно смесь на одном цилиндре и температура горения смеси резко возрастают и получается у нас горит сторона выхлопа в этом случае забеднили именно карбюратором потом мы опрессовали мотору на вкусном коллекторе не было подсоса через патрубок карбюратора тоже не было подсоса воздуха значит это именно карбюратором то есть просто иголку опустили ниже чем нужно и мотору не хватило топлива топлива на скорее всего на высоких оборотах не хватило топлива и просто напросто порвалась масляная пленка и поршни начали работать в цилиндре на сухую вот еще бы чуть-чуть буквально ну полминуты езды на таком режиме или же там метров пятьсот семьсот но до километра и эти бы пор вот право поршни сто процентов бы прилип в цилиндре но так как вовремя отпустили газ вы прилипание поршня и залегание колец не произошло то есть этому мотору повезло еще в каком случае может произойти такая же ситуация это когда недостаточно масла в топлива на воздушной смеси да то есть или качество масла очень плохое то есть если допустим взять тот же но на примере лукойл 2т и в этот мотор залить 1 к 50 лукойл 2т то плюс минус вот такая же история получится то есть масло недостаточно хорошего качества просто порвет масляную пленку и поршень также будет тереться на сухую ни один мотор да уже такой попадался именно со вкусным коллектором с задирами то в таких ситуациях это просто-напросто забеднили смесь карбюратором отпустили иголку там да он как бы когда ездишь там ну допустим по лесу по пути ко мне быстро все идеально а как только ты где-то застрял начинаешь психовать газовать и вот такая ситуация получается то есть все то есть карбюратор до экономит вся фигня снегоход малый маленький расход у снегохода но по факту когда надо где-то проскочить какой-нибудь участок побыстрее или когда выпито маленько там под стаканом поршни прилипает не хватит не хватает не хватает ему смеси на то есть маски да и рвется масляная пленка и поршни прилипает как-то так парни хозяин заходил да то есть мы с ним поговорили но смысла нету то есть ему надо опять же он рыбак ему надо это техника блин зарабатывать деньги да как бы чтобы постоянно ездил можно собрать вот это все обратно там цилиндра дать немножко расхонинговать но поршни почистить этой же наждачкой немножко убрать риск ну и сделать риски до чтобы масса задерживалась на поршня но не факт что где-то опять же там проскочить какой-нибудь налить где-нибудь даже полный газ и это все опять не заклинить как-то так то есть тут надежности в этом моторе уже не будет я так думаю то есть решили что будем ставить новые цилиндры цилиндры были бы уж на и поршни это он ставил в прошлом году перед началом сезона потому что позапрошлом году развалился один сепаратор так как даже сепараторы блять разума стоят то есть один вот этот скорее всего вот этот старый поставлен вот этот новый поставлю развалился сепаратор но естественно забрал с собой поршни цилиндром тогда один цилиндр не помню по цилиндрам не знаю точно не буду в цилиндры мне кажется они меня потому что меня как-то так но поршню точно это я ему давал два поршни они оригинал но оригинал не оригинал если как бы карбюратор работа от плохо то хоть того лучше поршня не одессе 3 липнут так парни следующий день хожу снова снова топится котельня и хожу пью кофе и думаю думаю чем бы мне заняться или собирать мотор который прислали сперми бля муж показывал может не показывал ее не знаю он у меня полностью подготовлен или же разобрать мотор еще один который у нас ну прошу этот прошлый мотор мы разбирали друга а тут подписчика с из-под белозерского с той стороны или же этот мотор разобрать дилемма у меня